Всем привет, друзья! Я сейчас максимально странно одета. Мы решили с Индэ, у нас сейчас утро, поехать покушать. Ну как утро, полодиннадцатого. Вот, но ему надо было заехать на работу. Заехал на работу, я говорю, ну я пойду кофе куплю. Я выхожу на улицу, а я просто ослепла. Хорошо, что вот у меня кепка была в машине. Я просто, знаете, в платье и в кепке. Ну думаю, да ладно, пофиг мне здесь за кофе прогуляться. Похожу такая, немодная. Здесь вот такой шкурс. Спасибо. Здравствуйте. Это американский. Здравствуйте. Здравствуйте. Добаваю себе холодненький кофе. Сабина в садике. Альгиз сегодня вышел на подработку, потому что у меня девчонка здесь знакомая. У нее муж работает. Нам нужен был человек помочь. И, короче, она говорит, Альгиз не хочет. Я у него предложила, он говорит, хочу. Я говорю, ну все, иди, раз хочешь. А то что он сидит без дела. Сейчас, может быть, с Индэ покушаем. Приеду домой. Может быть, на море съездить. Дома как-то, знаете, на улице хоть жарко. Дома кондишка. Но все равно не хочется дома сидеть. Не люблю я это дело. Приехали поесть супа острого. И чемпион черемен. И черную лапшу. Мне кажется, Индэ давно не было в моих видео. Я страдаю от жары. А мне нормально. Здесь еще кондишка так дует, даже прохладно. Знаете, что? Мне через месяц 30 лет. Время летит. Я уже как взрослая. Папнемся. Папнемся. Унюхал, унюхал, Рис. В общем, здесь у нас приборы, как всегда, в столе. Ой, так вкусно запахло едой. Принесли лапшу. И вот такой вот соус. Получается, это... И кот чикин, а деджи-коги? Деджи-коги. А, и свинина. И все это перемешать. И овощи там, капуста, лук. Вкусно получается. И вот такой вот суп, чемпион. Там тоже лапша внизу. Они нам пойдем. Здесь получается тоже свинина, и вот лапша под низом. Дед, как всегда, ест, и мне и супа насы отдает. Постоянно из своей еды еще меня подкармливает. Это Сабина в сад, вернее, поехала. Потому что жара вообще неимоверная. Это я понимаю, если я бы за ней едят, кстати, утром ее вожу. И обратно тоже забираю на машине. Потому что это по-любому она будет идти. И все, и надо остановиться, всех уровьев пересмотреть. Поэтому только на машине. Сабин, сейчас Альгиса поедем забирать. Да, скажи Альгис. Альгис! Скажи А. А. Б. Б. В. Ж. Е. Ё. Ж. 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 И. К. Л. Ла. М. Ба. Н. О. У. П. Па. Р. Бу-джи-джи. Р. 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 Мам. Ай, моё мосечко такое. Ай, аккуратненько. Ты кривляка маленькая. Ты маленькая кривляка. Ты маленькая кривляка. Все, поехали. Бум-бум. Все, едем за Альгисом. Там, кстати, как раз мне в комментариях писали, что Альгис, гастробайтер, приехал в Берео работать. Вот, пусть оправдывает ваши комментарии. Сейчас вот и спросим у него, как ему вообще поработалось. И сегодня получается, когда он поехал на работу, вчера вот мне подруга написала, сегодня он поехал. И я думаю, знаете, а вот и хорошо, пусть поработает. И, может быть, он поймет, что деньги родителей не так легко им достаются. Может быть, он как-то будет их тратить с другой скоростью. А то, знаете, это в 19 лет кажется, что все так легко и просто, когда сам не работаешь. Поехали встретиться с Катей. Блин, у нас сегодня такой красивый закат. Вообще обалдеть. Сейчас вам покажу. Смотрите. И вон там море. Фото это там красотка стоит. Сейчас надо, чтобы наши тоже все вышли. Чё, Денька? Здесь так что-то русских много. Я прям побылазить пять минут на улице. Так много кто ходит. Вон она там, видите, стоит красотка. Посмотрите, Катя. Да, Катя на каком красивом закате. Да нет, очень красиво. Все очень красиво. Мы в отпуске. У меня последние нервные клетки. Дети там тоже играются. Что ты хочешь? Спать уже хочешь? Хотела спрятаться. Как вам тут в наших краях? Классно. У меня, на самом деле, мужич здесь работал спасатель. Когда был молодой, он здесь работал спасателем. У меня что-то вообще не было. В планах даже. А ты еще такой адрес кинула. Там адрес, знаешь, 119. Ну, типа, как служба спасения в Корее. Я думаю, может, типа, отель какой-то, его друзья. Может, здесь я. Потому что помнишь, ты говорила, что он спасатель. У него свисток. Думаю, может, типа, тут как-то вы... У меня есть друзья. Мы вот ходили и к одному кушали. У него, короче, здесь уже в основном у моря. Все магазины, где продают что? Морепродукты. Женя это очень любит. Ты не ешь морепродукты? Ну, она... Смотри, она не понимает, что типа смысл. А, ну ты сырынь ешь, а готовы и ешь, да? Готовы я люблю, а сырынь я не понимаю. Подкрасы. Привет. Альгис тут подтянулся. Это Катя, это Женя, это Альгис, мой младший брат. Альгис. Альгис? Да. Мне интересно. Качка, просто качка. Он старший? Над ним постарались. Нет, он младший. Я думала, старший. Вот симпатичное такое заведение, какой-то барчик, наверное. И здесь вдоль побережья всякие отели, пенсионы, бары. Нашли мы заведение, где можно поесть, пришли, где можно пить. Такая у нас компания. Смотрите, какая красивая вода. Мужики здесь дрочки кидают. Собрались уходить, но все уйти не может. Дети захотели поиграться. Ноги сгорели вообще. Я понимаю, что она по-любому вам показывала уже, но она вообще с одной стороны просто... Не знаю, если она вообще проснусь, меня не ампутирует. Да нет, конечно. Здесь байкеры прям вообще. Мафия, мафия. Все серьезно. Так, у нас тут столпотворение случилось. Мы перебрались домой. Рум-тур. Там еще второй этаж. На втором этаже можно спать. Комната, туалет. И пахнет здесь, как в Таиланде, где делают массаж. Какие красивые детки вообще. Всем привет. И на следующий день, знаете, что-то я смотрю на себя. Я вчера не пила, но я какая-то опухшая. Вчера, потому что ТНД, вперед меня выпил бутылочку пива. Говорит, ты за рулем. Я такая, да, нормально. Это я вообще, блин, приехала с подружкой увидеться. Или ты с друзьями. В итоге, короче, они там с мужиками тусили. Девчонки тоже выпивали. А я за рулем. Пила Кока-Колу. Вот. И приехали, блин, мы вчера в 3 часа ночи. Катюк такая деловая. Вообще втихаря ушла просто спать. Никому ничего не сказала. Мы уже не там сидели. И с мужиками. Вот. А сейчас, знаете, я поспала так все нормально, наверное, до 2 часов. Сабину отвела в сад, вернулась, легла спать. Приехали, захотели штук покушать. И просто мы час ездили по городу. Искали, где покушать, потому что везде брейк-тайм. Я не знаю, за 6 лет в Корее я вообще еще не привыкла. За столько лет в Корее я еще не привыкла к этому брейк-тайму. Ну как? Люди мне хотят есть. Почему вы закрываетесь? Короче, приехали. Нашли все-таки место, которое не закрыто. И вот сейчас будем кушать. Глядит оно вот так вот. Ой, здесь такой потолок. Я это же сначала не заметила. Кто-то, видите, кушал тут уже. Еще не убрали. А сейчас мы одни. По новостям показывается, что был фестиваль. Что люди там падали в оморок от жары. При том, что он был ночью. Хотела у Альгиса спросить про работу. Он работал вот то, что один день. Ну и что, как тебе тяжело? Да нет, нормально. Просто жарко очень сильно. Хочешь из-за влажности, очень сильно. Ага. Ну хоть денежку, да, копейку заработал. Чтобы сестре подарить. Видали его лицо? Все долги отдать, которые я тебе давала. И что, нормально ты работал с корейцем? Нормально тебе было в паре с ним? Ну да, ну нормально. Все, все понял. Ты уже подтянул корейский, короче. Ну немножечко. Чоком-чоком. Еще позовут, пойдешь? А? И если еще позовут по отработку, пойдешь? Ну если будет скучно, то пойду. Будет весело, не пойду. Сестра будет его развлекать, то пойдет. Но нет. У меня нет времени на развлечения. Я серьезная деловая дама. Хочуха, кстати, сегодня еще вечером приедет с мужем. Ну вся компания. С мужем, с женей, с детьми. Поэтому вот мы еще вечером. Сегодня я хоть смогу поддержать их застолье, так как мы будем у нас в городе. Вот мы будем есть суп. Юкке-чан. Он с галяциной. С папоротником. С яйцом. Здесь вот рис. Рис. Его нужно переложить. Его нужно переложить вот, короче, в такую вот чеплашку. А потом вот это залить водой. Такая здесь, это каменная тарелка. Вот как Ильдой делает. Мочится. Альгис тоже сказал, что вкусно. Бульон попробовал, вкусно. Здесь вот еще какой-то салат такой. Там с улитками, что ли он. Я думаю, что здесь только вот это кофе. На, хана, джо. Все, Альгис можно брать. Пойдем. Смешайте. Ой, так объелись вообще. Капец. А еще вечером, представляете, есть. Представляете. Еще вечером котюха, то что приедет, опять есть. Смотрите, Сабина, то что ее укусил вчера. Комар. Дочь, посмотри на меня. Вот. У нее теперь грустный такой глаз. А пухшек грустный глаз. Ох уж эти комары. Была ей противаллергенное средство. Не знаю. Надеюсь, поможет. Там надо два раза в день. Вот я, получается, ей садико мы пришли дала. Вечером приедем домой тоже, да. Надеюсь, что завтра уже не будет с того опухоли, либо она как-то будет не такая сильная. А то такой глаз, все такой грустный. Все, мы это все в сборе. Альгис тоже суперзвезда моего канала. Альгис, он хочет попробовать тунец. Давай, а то грустный. Скажи, что там по себе. Тунец самое дорогое мясо в Кириле. Да. Рыба. Мясо рыбы. Знаешь, куда надо помокать? Подожди, нет, не в соль и соус. В кунжутное масло. Вот оно, кунжутное масло. Соль и соус не надо. Хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас. Он сонный? Да ладно. Тогда вкус раскрывается. Ну как тебе? Нет, вкусно. Нет, нет, да, вкусно. Мне тоже нравится. А это я могу есть. Можешь? Но белую рыбу нет. Ну и типа, даже нормально, но так. Но знаешь, он не жьется, как белая рыба. Но он помягче, да. Другая консистенция, ага. Белая рыба, жуешь, жуешь, жуешь. Да, лосось, лосось. Молодцы, верно. Да, у меня сальмон в голове. Потом я на белую перешла. Не, ну мне все равно. Первая это красная рыба, потом тунец, потом только белая. Альгис, вот это вкусно, а вот попробуй. Вот это, вот это. Ты же уже рассказывал. Ты понял, что это? Ты понял, про что говорила? Ну все равно попробуй. Нет. Пробуй, что ты? Все пробовали. Один раз живешь. Что? А ты вот это же не пробовала? Нет, я понял, что это противно. Вот это вообще очень вкусно. Ты знаешь, такие крабы, они жареные вот в кляре. Прям их просто берешь и жуешь. Мне очень нравится. Попробуй, вот прям их цельно ешь. Вкусно. А у тебя аллергия? Медовые. Они медовые, Жень. Они вкусные и медовые. Да, они медовые, да. Как же ты повесел уже есть? Я думаю, что они медовые. Тушенец. У НД появилась вторая дочка. Да, Юна не отлипает от НД. У них там любовь случилась. Сабина, ты будешь кушать? А, Сабина? Все, мы решили поехать попеть песни. Все в корейских традициях. С нашим детским садом. Ты мой подбитый маленький ребеночек. Аккуратно. А вот здесь сразу поворот будет. Там есть. Там есть. Все, у нас детский сад пришел. Детский сад пришел тусоваться. Что ты там знаешь? Я это. Часто вижу. Ну, если у кого-то там какие-то комментарии. Комментарии я читаю. Ну вот, я знаю. Девки работают с сабутыльницей на час. Думаю, это Катюха такое звание дала. Это не я, кстати. Нет, ну в плане того, ну народ-то узнал. Потому что ты же что там, видео подписала? Или что? Ты там вот эта сабутыльница на час. Аккуратно. 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 Да, была. Вон, у детей вообще веселуха. Прощаются, прощаются. Говорю, что у Наюны что-то сэндээта. Какая-то магия произошла. Да, Наюна, сам чэн чула? Пока-пока. Иди на пока. Пока-пока. Пока-пока. Мино уже все, в машине упаковали детей. Мино. Сейчас приедем, я тебе капельки дам. Все, мы поехали домой спать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Пока-пока. ним mirrors. Продолжение следует...